Хотел поблагодарить наших болельщиков, которые на финише прошлого чемпионата оказали нам большую поддержку. Поддерживали нас везде, на выезде, в Донецке. И во многом признать, что заслуга занятого места в большой части принадлежит и нашим болельщикам. Мы продолжим решение тех задач, которые мы ставили в предыдущие три сезона. Первая задача это показывать зрелищный баскетбол, служить популяризацией баскетбола в Украине и конкретно у нас в Запорожье. Делать таким образом, чтобы игра нравилась всем, кто приходит на нее, либо будь то первый, будь то многосотый раз в своей жизни. Вторая задача это, конечно же, есть спортивная составляющая. Мы имеем задачу в этой восьмерке занять место как можно выше для, скажем так, для участия в стадии плей-офф. Надо учесть, что в этом сезоне очень хорошо комплектуются наши соперники. По той информации, которая сегодня есть, явными претендентами на чемпионство выглядят как минимум три коллектива. Это Донецк, нынешний чемпион, Азовмаш, серебряный призер и Будивельник. Эти три коллектива это бесспорные фавориты этого сезона. Не надо забывать о командах Днепропетровска, не надо забывать о команде Южного. Эти команды ведут серьезную подготовку и у них на сегодня просматривается хороший-хороший коллектив. Не будем забывать при этом об Ивано-Франковской команде, не будем забывать об Одессе, не будем забывать о очень сильно прибавившей команде Лилова. Я скажу дальше так, и другие команды ведут работу, чтобы никого не обидеть, да, вот из наших коллег. Потому что все клубы ведут серьезную подготовку к этому сезону. Конечно, борьба будет очень тяжелая, очень сложная. В связи с этим у нас есть одно маленькое преимущество. Это то, что мы действительно процентом на 80 сохранили свой состав. Я бы хотел поблагодарить Жору Кондрусевича, который провел 4 полных сезона в составе нашей команды. И вот годы становления команды он был настоящим лидером, человеком, вокруг которого команда строилась. Мы хотим пожелать от имени всей команды, от всех ребят Жоре Скорейшева в выздоровление и возвращение, если у него будет получаться, в активный баскетбол. Но, по моей информации, сегодня так складывается ситуация, что он работает, пытается пробовать себя в роли ассистента главного тренера одной из белорусских команд. Но, если так, то удачи ему и на этом помощи. Конечно, сыгранный состав у нас, наверное, самое большое количество игроков, которые остались по отношению к другим командам с прошлого сезона. Это хорошо, люди знают концепцию, люди знают друг друга, знают требования. Это единый коллектив, который стремится к победам. Это хорошо. Проблемой может стать, мы говорим так, это проблема с синдромом второго сезона. Когда игрок проводит шикарный сезон, особенно молодой игрок, бывает, что они чувствуют себя такими, имеющими бонус, имеющими запас какой-то. Снижают к себе требовательность. А вот как сейчас, все так и будет продолжаться. Очень часто игроки, проводящие второй сезон в Европе, после первого удачного, сбрасывают в требовательности к себе. Мы стараемся провести свою работу так, как можем. Но, к сожалению, по Ренде я вам ничего не могу сказать. Ренде травмирован. Мы надеемся и готовимся к тому, чтобы он принимал участие в стартовых играх. Но степень подготовки его будет наверняка к этим играм невысокая. Он приехал три недели назад, получается. Четыре недели назад. За это время восемь тренировок. Остальное время это лечение, пребывание на больничном. Хотя, конечно же, это наш лидер прошлогодний. И мы надеемся, что и в этом сезоне он таковым останется.